Это мои друзья. Уже 22 года мы поем. Андрей в опере, Миша дома, я лежусь. Людмила Михайловна, 78 лет утром. Мишина мама. Несколько лет назад приняла решение и перебралась на ПМЖ к сыну Вестонболу. Возможно, большой любви. Там бегущих взлетаются ветки. У беседки тебя. И на самом пороге беседки С милых уст кружево отведут. При каждой новой встрече я чаще с интересом, но иногда довольно терпеливо выслушиваю историю жизни. Этой своеобразной женщины, большая часть которой прошла и связана с районом Девурзе города Киева. Субтитры создавал DimaTorzok На голову надеюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все секретные, что производится или что-то человек придумал. Вот, например, в Узбекистане растет хлопок. И вот эти вот коробочки дают... Откуда джинсы? Вот помнишь, там была вода такая? Какие джинсы? Из чего? Вот ну подумай, с чего джинсы? Хлопчатые бумажные, это же самые лучшие. Они не вредны для человека. И вот придумали такое, что едет машина и только срывает эти одни... Ну, какие-то еще попадают, но делается так, что мусор высыпается. Остаются только эти коробочки. А потом вот это делают. Из них вот хлопчатые бумажные полотна. Аплодисменты от Гюкча, актрисы, подруги и любимой женщины Миши. За все время нашей дружбы не могу припомнить, чтобы романс, исполняемый сейчас, не зазвучал за нашим столом. Вот и сегодня он звучит как символ наших поредевших встреч. 93-й год. Начало блистательной танцевальной карьеры Миши. Бурный роман с Хулиевой, прямой балериной, будущей женой и матерью общей дочки Суды. Балетная школа Абисонат, где Миша преподает модерн, моя мама Нина Егоровна, уроки классического танца, Юрий – латину, Саша – джаз модерн. Я хлопочу по медицинской части. Вторая гражданская жена Миши Сюзанна, мать общего сына Даганны. Серпиль – я. Моя первая супруга Наталья с сыном Ильей. Моя теперешняя жена Светлана. Совершенно непонятно, как в истории нашей жизни проник Дато. Но нам, по-моему, приятно в его обществе. Удивительно, но ему посвящен целый русский романс. Сын Миши и Сюзанны – Даха. Нине Егоровне довольно приятно между двух Сюзан. Самое время загадывать желания. Многое вспомнишь, как родное далекое. Сын Миши и Сюзан. А так мы готовились к великому переходу. Я, я, за бучи, в альтера страдает. Миши и Сюзан. Дору, Дору. Дору, Дору. Афанээээ. Дивидэн, баш, садрит. Дору, а, бэнде. Эпокум-нэвэк-интро. Рассказ Людмилы Михайловны о благодарностях и трудовых книжках. Кто-то не имеет благодарность. Разобрали у меня половину. Все благодарности отобрали. А ты не досмотри. Ааа, потому что вот сейчас будут давать пенсию и мне зато дали только 800. А, понятно. А не то, что еще 114 я получил. Книжка срезали. Потому что книжку надо было сдать. А у меня что сдать? Все выдрали. То, что было на чувашском языке написано. У меня там две книжки. Значит, чувашская книжка. А потом я уже в заводе не работала. И в институте работала. В институте мне дали другую. И с этой книжкой я и сто, и сто приехала на завод. Не знаю какой он был. Ну, может, Хворный или... Он секретный, откуда я знаю. Я аж давала расписку, чтобы не подписывала. Я аж подписала, что я не буду ничего разглашать. Но вот и работала деликатурами. У меня еще был один цех. Вот весь институт был мой, и еще был у меня на тысячный завод, знаешь такой еще завод? Тысячный. Вот узнай, какой он огромный, сколько там цехов и чем он занимался. У меня был один цех, грибористы. Вот, они же тоже. Кто это такие? Вот грибористы. Это военная тайна. Военная тайна. Военная тайна. Ну, в общем, нет. Ладно, без соло я буду играть, потому что это не получается, чтобы не портить Михайловичу для меня. Без соло, но про дату. Не помню, воль, 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 воль. Никуда костюм, онел голос, неизвестный. Я там с начала и костюм. А, он начинает. А, давай, давай, давай. Какая штука? Это сумочка господина андроида. Мишкина? Нет, может и Мишкина или Андрюшкина. Это моя. У него тоже такая сумочка. Подожди. Ну ему ничего не интересно. Он считает, что я вот так. Но я же два раза была в коме. Первый раз в коме я была. Ух, Людмила Михайловна, у вас аргументы... В Киеве. В Киеве была я в коме. Там Киеве была. В Киеве хуже я была. Тут хоть и забрали, ничего не помню, все. Но зато, когда я чухалась после 11 часов, я ногами пошла в туалет. А там я лежала месяц. Попель, Андрей и его бывшая супруга Серпи. Певец и скрипач. А это уже Анна Манолия. Гостит с папой у нас в Истанбуле. Кришко. Девушка, кришко. И ух, Людмила Михайловна. Попель, Андрей, и с тобой. И с тобой. Попель. 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 Ну, очень артистичный родитель. Бывшая супружеская чета Сюзанна и Юрия. Мама провожает Юрия Воронежа. Привет, папочка! Большое привет тебе передаю! Спасибо, мой приняш. Вид, никого со мною рядом нет. Цветы роняют лепестки на песок. Никто не знает, как мой путь один. Сквозь ладьки ветер, Иди, слава, мальчика! 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 Мамочка! Мамочка! Они не пытались, Ах, 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 ах. Я им срочно даю телеграмму. Прилетает. Вот это прокурор, дочь, служен, Гена и Зоя. Валя не приехала, потому что надо же кому-то им остаться. Тоже. Они никогда меня не оставляли. Нет, нет. Мама умерла, приехал он сам. Дядя Петя этот самый приехал хоронить. Я вообще была в травме. Ну ты знаешь, как же хоронить. Ну это да, ничего в этом нет хорошего. Но тем более у мамы было рак. Субтитры создавал DimaTorzok Яблок. Потом китайки. А если когда огурцы уже, огурцы, что они будут, они обязательно со мной пойдут. Кто они знают? Болон. Болон, что они. Мама приходит, я ее открываю, молюсь, что это. Берет или потом моет, ставит на сковороду, спичку и едим. Огурцы режем. Да. И как поется в этой песне, не понимает лесничий, о чем ему говорят. Будь внимателен, лесник, дорогой мой лесничок. Пока ты не появился, не было у нас в деревне боли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok